Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Они сделали первый шаг на пути институциональной интеграции в ЕС. Будущее наших стран навсегда, это очевидно, связано со свободным миром. Обратной дороги нет, возвращения в рабство не будет. Мы являемся свидетелями исторических событий. Событий, которые по своей значимости могут быть сравнимы с окончанием Холодной войны, с развалом Советского Союза. Мы очевидцы процесса, который можно назвать концом постсоветского мира. Концом постсоветского пространства, которое воспринималось и нами, и Россией, и международным сообществом, как некое единое смысловое пространство, как совокупность стран, бывших советских республик, не определившихся решительно и безвозвратно со своим политическим будущим. Молдова, например, все 30 лет независимости боялась поверить в обретенную свободу. Вместо организации жизни в условиях независимости мы больше занимались поиском замены утерянного политического хозяина. В той же Москве, в Бухаресте, в Брусселе, в Вашингтоне, не понимая, что время политических хозяев прошло. Эта нерешительность бывших советских республик воспринималась как слабость и неспособность к самоуправлению. Как бы давала бывшему имперскому центру, Москве, право в разных формах продолжать осуществлять контроль над ними. Отсюда и соответствующая постимперская лексика. Русский мир, ближайшие зарубежи и прочее. Для укрепления контроля Москва в бывших советских республиках организовывала так называемые сепаратистские конфликты. А потом навязывала себя в качестве посредника в их разрешении. И вот сегодня две страны, Украина и Молдова, уходят из постсоветского мира. Эти государства сделали свой решительный и необратимый выбор. Выбор в пользу свободы, демократии и процветания. К ним вскоре уверен присоединится и Грузия. Не на то рассчитывал Кремль, вторгаясь 24 февраля на территорию Украины. Даже в страшном сне не мог себе представить Путин и его окружение, что через несколько месяцев после начала так называемой спецоперации в Европейский Союз в качестве стран-кандидатов будут приняты Украина и Молдова. Даже в кошмарном бреде не мог он себе представить, что после четырех месяцев с начала операции по демилитаризации Украины НАТО начнет открыто и активно перевооружать эту страну по своим самым современным стандартам. Решение о вооружении Украины по стандартам НАТО будет принято в конце июня на саммите Альянса в Мадриде. Выгоняя НАТО на рубежи 97-го года прошлого века, Москва и представить себе не могла, что все закончится вступлением в Североатлантический альянс двух нейтральных, традиционно нейтральных государств – Финляндии и Швеции. Стало известно, кстати, что разногласия с Турцией практически преодолены и вступление этих стран состоится в самое ближайшее время. Да, ситуация для бункерного вождя развивается как кошмар наяву. Надежный партнер и союзник России Казахстан не признает оккупированные Россией ДНР и ЛНР государствами и отказывается помогать Кремлю обходить международные санкции. Такаев на экономическом форуме в Петербурге стал главной сенсацией. Вел себя с достоинством и очень смело. И даже заявил, что в январе Казахстан спасла не Российской Федерации, а ОДКБ. Литва. Маленькая Литва запрещает транзит через свою территорию санкционных товаров из России, Калининградскую область, железнодорожным и автотранспортом. Это во исполнение шестого пакета санкций, принятого Европейским Союзом. Россия чем-то там пригрозила, но никто ее не боится и отступать не собирается. На заявления и угрозы различных высоких кремлевских чиновников не только в Украине, но и на Западе реагируют как на действия не совсем нормальных людей. Песков жалуется на то, что Литва, запрещая транзит через свою территорию, приняла незаконное, цитирую, решение и тому подобное. На что премьер Литвы Ингрида Шимоните справедливо и с возмущением отметила, что не может жаловаться на незаконность страна, которая нарушила вообще все международные нормы. Или по-другому, непонятно, что не нарушила. Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности России и экс-президента, публикующего чуть ли не каждый день в соцсетях какие-то безумные тексты, угрозы всем и вся, организатор Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойзген, вообще назвал клоуном. Это он ему еще сделал комплимент. Такое нельзя было вообразить себе еще несколько месяцев назад. Если вернуться к теме международной поддержки Украине, то из последних событий необходимо отметить встречу в формате «Рамштайн», в рамках которой Украина получила заверение в том, что Запад ее не оставит ни при каких обстоятельствах и будет поддерживать до победного конца. Это мы узнали сейчас из заявлений, которые сделал министр обороны Украины Резник. О более решительной, в том числе военной поддержке Украины, говорят сегодня лидеры Франции и Германии. Германия опубликовала список вооружения, который поставила и собирается поставить Украине. Это очень серьезное, современное, тяжелое вооружение. И уже никто не настаивает на немедленных переговорах с Россией. Переговоры будут, но только тогда, когда условия будет диктовать Украина. Из США еще не начались поставки по ленд-лизу. Тем не менее, уже можно говорить о том, что битва за Донбасс Украиной как минимум не проиграна. Российские войска третий месяц, 4 апреля началась операция, не могут выйти на западные границы Луганской и Донецкой областей, сжигая в ожесточенных боях свои резервы. Что будет после начала поставок по ленд-лизу, очевидно. В ССУ получат не только оперативно-тактическое, но и стратегическое преимущество. Итак, предварительные итоги четырех месяцев войны совершенно неутешительны для России. Военных успехов кот наплакал. Россия изолирована и ее перестали бояться. Запад един. Санкции неизбежно приведут к ослаблению агрессора. Не исключено, что на саммите НАТО в Мадриде объявят о новой расстановке сил в Европе, в которой Россию, не исключено, могут рассматривать в качестве стратегического противника Альянса. А для России, которой НАТО, кстати, на протяжении многих лет предлагал сотрудничество, это может иметь очень серьезные и очень неприятные последствия. Долгоиграющие последствия. И в довершении ко всему, ближайшие соседи навсегда уходят из зоны российского влияния. Украина и Молдова говорят постсоветскому миру, постсоветскому болоту, постсоветскому застою. Прощай.